Всем привет! Хочу поделиться одной идеей. Вернее идея старая, но на днях вырезал такие замочки, и из пяти дверей один замочек я врезал выше, чем обычно положено. Отметил метровую отметку от низа под ручку, а шаблон поставил чуть выше, потому что на шаблоне и сейчас на новых семерках и на старой семерках есть отметки 35 миллиметров 45. Ну и короче я проморлёт 45 и ручка получилась выше. Ну в общем-то все там обошлось хорошо, ручку поставил действительно даже выше, но как-то все получилось очень красиво. Даже есть фотографии с этого объекта я поставлю. Вот этот объект, дверочка справа. Смотрите, ручка стоит выше, чем на остальных. Но в тот раз мне вспомнил, что многие ребята для того, чтобы врезать и ставить шаблон, пользуются разметочной линейкой. В принципе, у меня тоже есть разметочная линейка, когда я врезаю петли. Она меня выручает на все сто. Я уже ее показывал. В принципе, она у меня для врезки петель, отверстия и ставится размер, который мне необходим на том или ином варианте. Если я резу там полотна двухметровые или метр девяносто или два десять, там. Мне в принципе этого хватает. Вот. Кому интересно, могу посмотреть. Но я в принципе решил, что для того, чтобы лишний раз себя проконтролировать и не косячить больше так, потому что это за мою практику такой вот случай был, наверное, может второй или третий за два года. Но когда тебе приходится косячить и потом не дай бог на краски, не дай бог там шпон, тратить время на реставрацию, но я никому не пожелаю. Поэтому я решил сделать упор и от низа полотна я буду его вставить для того, чтобы поставить шаблон. Вот сейчас мы проверим, как у нас все это получится. Делаем классический. Отмеряем метр до ручки на двери. От низа метр. От низа метр. так разметочная линейка стоит от низа бровень вплотную к ней стоит шаблон вот это шило я дал метр и вот эти отметки вот на этой стороне и вот здесь дублирующие это 35 и 45 миллиметров с этой стороны естественно камеры другой стран получается что наша отметка 45 вот это вот она стоит как раз против нашей отметки шил то есть получается двойной контроль мы от упора работаем и никогда не даст сделать эту ошибку на эти гребаные миллиметра потому что бывало всякое на сказать спасибо что семерочки новый от фарида у него отметки 35 и 45 миллиметров они сделаны при вырезе шаблона базы и там они четко выражены прям такие такие прям очень хорошие но я попробую то решился от упора чтобы больше не создавать не себе и никому проблем потому что за наши проблемы мы должны платить временем деньгами поэтому сейчас будем резать как обычно отверстие скрываем двадцатой пюрочкой и и самое главное мы вскрываем его до того как фрезеруем отверстие под замок почему потому что вот этот вот острый направляющий шип он держит в массе перо и не дает ему свалиться потому что когда ты сверлишь отверстие под цилиндр там ты делаешь два отверстия они получаются рядом если у тебя будет выбран уже пас под замок тогда просто у тебя вот этот направляющий провалится в пустоту и перо может мотануть это как-то будет не очень красиво поэтому здесь такой сайт плюс ребята все говорят лучше отверстие ускорить сразу потом отфрезеровать потому что потом не надо выбирать всякие щепки которые кстати в пылесос очень погано потому что они крупные там проламывает и все нахрен получает так вот не я придумал отлично 45 напротив а 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 Миллиметров около 30 мм, даже меньше, на 25 мм. Почему? Потому что на глубиннике у меня при опускании и ходе на начале есть люфт на штангах. Аппарат уже не новый, и этот люфт мотает фрезу, которая может выйти на чистовую кромку. Поэтому я делаю сначала кромочником на 25 мм, потом спокойно беру глубинник и иду дальше. Потому что режущая кромка фрезы глубинника, она, честно говоря, уже опускается ниже, если даже мотает, она не использует лицевой поверхности. Чтобы убрать опилки из низшей подпела замка, я делаю обычно так. Я закрываю вот эту полость замком и через отверстие боковой выбирает все до последней пулинки элементарно. Сейчас увидит. Абсолютно чисто. Замочит. Все. Все. Получилось так. 20-е перо. В цилиндр войдет просто, как в сказке, без всякой доработки. Если потребуется где-то доработать чуть-чуть, возьмем шарушечку и немножечко призернем. Вот так. Но вот эта деталь мне уже нравится. Она контролирует меня. Она помогает этой голове, которая иногда делает ошибки. А кто их не делает, не ошибается. Тот, кто не работает, ребята. Так что эти приспособы нам просто должны помогать. Кстати, вот в этой упорной рейке при врезке замка есть еще один маленький момент, который мне сейчас очень понравился. Если у вас планочка замка, например, вот такого, да, не 196, а 195, то вы можете сделать следующее. Сначала режем этот край. Упор стоит с этой стороны. Режем этот край фрезой. А этот пока оставляем. Потом, пользуясь тем, что наш упор стоит касаясь нашего разминочной рейки, делаем небольшой удар. Кому чем удобно. Я могу другой. Видите, появился зазор. Вот этот зазор как раз говорит о том, что у нас шаблон сместился. После этого вырезаем вот этот край. У нас замок 195 войдет сюда, как отчинаш. Надеюсь, всем понятно. Надеюсь, вы меня поняли. Так что вот, все дела не нужны. 196, 95, вот они. Все в одном варианте. Можно какие-то сдержки, ошибки механики замков, габаритов сделать вот таким легким способом. Кстати, точно так же я делаю на петлях иногда. Ну вот, все готово. Все замочки зарезаны. Ошибок не произошло. Ну, в принципе, рейка разминочная, конечно, помогает иногда. Потому что голова бывает забита всякой ерундой на объектах. Кто-то спросит, кто-то отвлечет тебя. Так что рейка помогала просто, помогает иногда сосредоточиться, может быть. И лишний раз себя проконтролировать. Так что, все хорошо. Все хорошо, ребята. И вам того же. И вам того же. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok